Тех телезрителей, которые не смогли посмотреть в ютубе обращение руководителя Росгвардии, директора Росгвардии, господина Золотова, к Алексею Навальному, где он хочет вызвать его на дуэль, не хочет, а вызывает его на дуэль, и говорит, что сделает из него, как он сказал, отбивную котлету, я рекомендую всем просто посмотреть. Посмотрите на лицо сегодняшней российской власти. Этот человек, директор Росгвардии. Я даже не хочу комментировать ничего, вот просто откройте в ютубе, золото вызывает Навального на дуэль. Посмотрите на уровень разговора, общения, на мимику, на все. Этого достаточно, чтобы понять, какое лицо сегодня у современной России, у власти российской. Кстати, господин Золотов, бывший подчиненный моего друга Александра Васильевича Коржакова, который был руководителем охраны Ельцина, генерал Коржаков, четырежды депутат Государственной Думы России, я вам скажу по секрету, что сегодня Олиси Бацман будет с ним интервью по скайпу. Я обязательно попрошу, чтобы Александр Васильевич охарактеризовал господина Золотова, своего подчиненного, потому что то, что он мне о нем говорил, это очень забавно. Я не знаю, что он сегодня расскажет, но это забавно. Так, а что вам говорил? Давайте дождемся, пока он сегодня расскажет. Ну это, да. Короче говоря, мы увидели еще раз, вот просто лицо власти российской. А у нашей власти лучше? У нашей власти лучше, скажу почему. Я не идеализирую нашу власть. Что мы до этого обсуждали лицо украинской политической элиты, скажем так, да. Слушайте, наша политическая элита, во-первых, а не такая агрессивная. Ой, Ли! Нет, так выступать, вы посмотрите. Слушайте, а если кто-то сейчас из режиссеров, это одна минута, предложит этот ролик посмотреть, вы все поймете. У нас, я не представляю, чтобы кто-то из действующей украинской власти, тем более на таком посту, мог так выступить в Ютубе. Я не представляю, это же он записал. Я думаю, что... У нас слышали, как вчера замминистра по вопросам оккупированных территорий высказывался в прямом эфире? Я слышал, слышал, не сравнивайте замминистра по вопросам оккупированных территорий с директором Росгвардии. Вы знаете, что такое Росгвардия и какие у нее полномочия? И сколько там людей? Там полмиллиона человек. Это вершина элиты российской вообще. Если можно, могут нам минуту поставить этот ролик? Ну, давайте, пожалуйста. Мы сейчас уточним, но просто это нацсовет может воспринять как популяризацию силовой структуры. Наоборот, ребята, мы не популяризируем, мы показываем лицо. Ну, знаете, пути нацсовета неисповедимы. Скажите, что это я попросил. На меня валите. Знаете, это они говорят, садится мужчина в такси, говорит, гони на Чехова. Он говорит, Чехов негодяй. Так что гоните на Гордона, все сойдет. Ну, дело в том, что, понимаете как, ну, решил, значит, этот Золотов пойти по старому, проторенному. Ну, да, еще Алишером Усмановым, это пути превращения видеоблогера, помните, как он? Алишером Усмановым интеллигент, вы что? Да, как видеоблогерам, помните, как он становился ярко? Да, он интеллигент Алишер Усманов. А у нас, помните, вызовы на дуэли? Гелетей, Шуфрич, еще раз. Да, тот детский сад. Десять назад. Ну, спросите, можно показать? Ну, слушайте, ну, я не знаю, вот я сейчас, ну, подождите, вот мы вот сейчас спрашиваем, но здесь все очень, мы можем просто дать расшифровку обращения, то есть Золотов вообще предлагает Навальному выйти поговорить. Ну, я думаю, все желающие могут... Смотрите, если кто-то хочет видеть, мы покажем, как это выглядит. Ладно, лицо, давайте, покажем просто картинку, если можно как-то наехать крупным планом сейчас. Наедьте, хоть кто-то наедет. Наедьте, да, я держу. Господа режиссеры, попросим, да. Вот, видите как, вот директор Росгвардии, вот его лицо, просто, чтобы мы могли себе представить, как это выглядит, и вот он обращается, значит, к Навальному выйти, типа, ну, по-пацански поговорить, добрый день, господин Навальный говорит. Я думаю, что Владимир Владимирович Путин смотрел это все и ржал, заливался, прокручивал несколько раз наверняка, но это занятное зрелище, я вам честно говорю. Ну, вот он говорит, что он не бедный человек, Навальному, в отличие от вас, когда вы только садились на горшок, он рассказывает, я уже отслужил в армии, работал на производстве, был, кстати, ударником коммунистического труда, потом и тогда я рассказываю, значит, свою биографию, там все дела. Это интересно увидеть, это все ерунда, вот то, что мы сейчас считаем, ерунда по сравнению с тем, что... И там очень, оно длинное, слушайте, оно достаточно объемное, это обращение, но блогер месяца в России теперь, по крайней мере, да, вот, ну, ну и что? Ну, гениально вот он по-своему там, как он уже заявил, значит, ты в Кремле заявили, что это никакая не угроза Навальному, это вот просто, ну, человек талантливый, вот он по-своему... Я буду вытирать от тебя ноги, говорит он. Нет, вы знаете, конечно, посмотрев этот ролик, становится понятно, а, договариваться не с кем, б, никаких подвижек не будет, в, пока санкции не заставят российскую элиту самовзорваться, ничего не будет вообще, никаких минских, женевских, что там еще придумают, никаких соглашений, ничего не будет работать. Это самодостаточные люди, они имели всех в виду.